В преддверии Дня молодежи Департамент по молодежной политике Казанского федерального университета подвел результаты своей деятельности за 2021-2022 учебный год. На сегодняшний день работа с молодежью развивается в более чем 20 направлениях, в том числе таких как творчество, добровольчество, спорт и наука. В связи с этим на мероприятии была организована выставка, посвященная достижениям в различных областях молодежной политики, а также проведено награждение по общим итогам года. Казанский федеральный университет является несомненным лидером в области молодежной политики, гражданско-патриотического воспитания. И свидетельство тому была та небольшая выставка в холле, где мы видели те призы, грамоты, подарки, которые были завоеваны вами, дорогие наши студенты, вашими руководителями, наставниками. И я уверен, что если бы мы выставили все, что было завоевано в Казанский университет, в здание университета, бы не хватило. В прошлом году Департамент по молодежной политике провел более 300 культурно-массовых, спортивных, гражданско-патриотических, добровольческих, общественных и иных мероприятий. В настоящее время в университете работают более 100 студенческих объединений, 90 творческих коллективов, более 40 спортивных секций по различным видам спорта, студенческие СМИ. Их деятельность охватывает порядка 20 тысяч активных учащихся. Переприятия очень важны, потому что они объединяют студентов, они объединяют наших всех спортсменов. Мы сплочаемся, мы создаем одну большую семью и идем к одной общей цели. Эта награда, наверное, венец той работы естественной, которая каждый раз делается. Протокола нет, регламента нет. Все это просто по любви. Любовь к университету, любовь к студентам. Одним из главных итогов мероприятий стала общая благодарность Департаменту молодежи. Благодаря его работе университет ждут новые события, победы и имена, которые обязательно оставят след в истории нашей Альма-Матер, нашей республики и нашей страны. Валерия Гарнышева, Александр Кузнецов, Универньюз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова